всем привет и мы снова возвращаемся к нашим травяным лягушатам поскольку у них очередная очистка акватерариума я достал их поместил в этот небольшой контейнер кстати очень удобный лягушата все никак не могут забраться по нему по стенкам наверх и я еще ни одного не застал который смог бы выбраться выпрыгнуть из контейнера и убежать видимо очень скользкие стенки и частично это потому что они достаточно сухие как можно видеть у нас тут все наши головастики превратились в лягушат кто-то раньше кто-то позже тот кто раньше и выжил те уже выделяются своими размерами а если точнее можно сразу увидеть вот пример того маленького лягушонка и и лягушонка значительно больше ну и пока они находятся здесь в этом временном убежище пока я чищу акватерариум я решил их покормить покормим мы их сверчковой молодью так называемой сверчковой пылью это молодые двупятнистые сверчки вылупившиеся буквально в среду или в четверг для инкубации им нужно всего лишь 9 10 дней при благоприятных условиях влажности и так далее и и достаточно много даже в одном помете от одной самки двупятнистого сверчка самих здесь я их не знаю сколько примерно сотня и сейчас мы их высыпем сами они конечно черного цвета просто сейчас на них много витамины витаминов и кальция которые собственно необходимы для любых лягушат ну собственно мы начнем высыпать сверчки явно не спешат опа и прям видно как а лягушонок подготовился и начал кушать вот мы их постепенно высыпем не беда если даже с кальцием и и витаминами лягушкам это не повредит почти все сверчки собрались опа и крупная гора сверчков отправляется гулять по этой деревяшечки естественно они не смогут выпрыгнуть из этого лоточка но мы понаблюдаем как лягушечки будут их есть то что на лягушек попал кальций это не беда они сумеют искупаться и избавиться от него но пока мы их просто мы достаточно много чтобы лягушат и их поели с подвигнем некоторых лягушат позавтракать буквально выловим их из воды и заставим прийти на деревяшечку собственно так получается естественный отбор кто успел тот и съел немножко дернул но ничего кстати если не менять воду в акотеррариуме длительное время скажем не больше недели то она затухает и смертность лягушат увеличивается и от голода и от плохой воды и собственно выживут в результате только самые стойкие лягушата те кто больше съел те кто ну собственно те кто пережил болезни обычно как раз те кто съел они и переживают болезни лучше всех к сожалению некоторых лягушат обделят если они не заберутся на деревяшечку и не начнут отлавливать себе движущиеся жертвы а пока мы увидим как лягушата ловко реагирует на движение и едят что успеют выглядят они довольно худыми я не знаю связь с чем это связано но есть некоторые лягушата вполне полненькие например вот этот и который с краю они достаточно полные и не нуждаются особо в питании тем не менее их тоже не против покормить а скорее всего всех сверчков взгрызут буквально 15-20 лягушат посчитать них не удалось но смертность оказалась среди лягушат достаточно высока пока я перебирал акватерариум спустя 10 минут спустя 10 дней после последней чистки погибло порядка 20 лягушат либо утонули либо погибли от голодной смерти либо от болезней либо от еще чего поэтому вывод простой чистите акватерариум почаще чтобы не закисала вода чтобы была возможность у лягушат выжить а то так они не выживут к сожалению много сверчков попало в воду и скорее всего очень быстро утонула поскольку это молоть и они не приспособлены к плаванию но те кто выживут станут хорошим кормом для лягушат собственно все равно лягушат несмотря на то что уже столько умерло порядка 50 ну естественный отбор может быть доживут может быть кто-нибудь из них надеюсь хотя бы десяточек доживет до своих преклонных лет ну а пока единственное что мне остается это просто растить их кормить наблюдать чистить акватерариум ну собственно дети есть дети хотя поскольку это природные дети природные лягушата скорее всего такая смертность вполне оправданна думаю в природе ибо еще и хищники прессовали чего у меня в акватерариуме нет но зато тут другие напасти впрочем хорошо что снимаю в лоточки это гораздо проще и нагляднее чем в самом террариуме там очень сложно держать мобильный телефон с помощью которого я снимаю но здесь наглядненько так достаточно красиво видно как они буквально кто успел тот и съел у кого сверчок тот и сытый и здоровый я думаю я им добавлю сверчков и они сумеют поесть еще раз либо поесть просто в большем количестве но как только я помою террариум я снова переселюсь акватерариум я снова переселю их обратно в более просторные места а пока что я просто дам им пожить немножко перекантоваться в этом месте но на сегодня наше видео окончено почти всех сверчков съели так что я пойду за добавкой добавку буду давать уже более тщательно на так сказать так сказать на тех кто не успел покушать все таки пока они в отсаднике это проконтролировать гораздо проще ну а на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч с нашими травяными лягушатами до сих пор